Привет, мои дорогие! Сейчас я хочу вам показать удивительный магазин, которому около ста лет. И продолжает это дело, передается из поколения в поколение. Здесь сейчас работает и своими руками в этом магазине, на такси, чьет дочь хозяйки. Хотите посмотреть великолепные шляпы? Продолжение следует... Работа ручная, поэтому нужно будет подождать один месяц. Девочки, мальчики, шляпа такая красивая! Я думаю, вам тоже обязательно понравится. Ну, подождем целый месяц. Дорогие мои, я уже дома. Что я могу вам сказать? Я в предвкушении. У меня любовь к шляпам появилась от моей мамочки. Мамулечка Анна Дали, привет! Я знаю, что ты будешь смотреть это видео. Шляпы, красивая обувь, шарфы, ногти. Все это должно быть всегда великолепным. Всегда великолепным. Ну, не буду отвлекаться, расскажу вам про шляпы. В этом магазинчике, к сожалению, хозяйка не разрешила много снимать, потому что все шляпы, которые она делает, я думаю, что вы немножко посмотрели, да? Все шляпы – это ее дизайн, это ее работа. Они с Греции, то есть ее мама с Греции, и они переехали в Стамбул, ну, не 100 лет, а сколько там сказали, по-моему, 85 лет тому назад. Ее мама открыла этот магазинчик на Биаглу в Таксиме, и продолжает это дело ее дочь, девочки. Почему говорю девочки? Потому что кто живет в Стамбуле, или кто хочет приехать в Стамбул и увидеть что-то такое ретро, интересное, зайдите в этот магазинчик обязательно. Шляпы, конечно, не дешевые, вы сами понимаете, ручная работа, свой дизайн. И если вы видели в видео, я немножко вам показала помещение, очень много у нее заказов, домов, заказывали у нее с Франции. Первая леди Британии заказывала у нее шляпки. То есть женщина довольно-таки популярна в таких кругах. И я могу вам точно сказать, что когда вы одеваете шляпу, вы чувствуете себя совсем иначе. Вы чувствуете какой-то, знаете, привкус скромной роскоши. Я даже так бы сказала, вы чувствуете вкус. Я бы даже так сказала, не вкус, а вы ощущаете себя иначе. Вы становитесь более женственней. У вас даже походка может измениться, когда вы будете носить шляпу. И все это я проверила на себе. Вы знаете, я думала, что когда приеду в Стамбул, точно шляп к шляпам я не вернусь и не буду я их носить. Хотя я не могу сказать, что я была фанатом таким в Украине. Но вот я скажу, в 25 лет мне безумно захотелось носить шляпы. И мне хочется в магазине там заказывать просто все. Там такие шляпки. Я померила шляпку с вуалью. Она одевает сама шляпки, она не разрешает мерить их. Она сама примеряет, она специально... Знаете, как она говорит? Я вам посажу шляпку. Садит эту шляпку на голову, и все. И у вас образ совсем другой. Вы чувствуете себя по-другому. И она мне одела еще одну шляпку с такой вуалькой а-ля Франция. Я почувствовала себя немножко даже француженкой. Почувствовала вот эту какую-то легкость. Мне рядом не хватало просто ароматного кофе. В общем, дорогие мои девочки, находятся в Беоглу. Если кого-то заинтересует и соберетесь, можем вместе туда пойти. Я буду шляпу забирать... Шляпа, буду шляпу ее забирать 17-го числа, 17-го декабря. Поэтому, если хотите, можете пойти именно со мной. И как раз посмотреть, где находится этот магазинчик. Ну, я думаю, что в интернете можно все найти. Тем не менее, уникальный магазинчик. Спасибо вам большое за просмотр. А я жду свою шляпу, не дождусь. Скоро я вам покажу ее. Ну, подождите через месяц. Целую и люблю. Хотела вас спросить. Любите ли вы носить шляпы? Какие головные уборы вы любите носить? Платки, шапки, шляпы или другие какие-то головные уборы? Напишите мне, пожалуйста, внизу. И как вы чувствуете себя в этих головных уборах? Целую, обнимаю. А я буду готовиться на футбол. Сегодня четверг. И сегодня у меня футбол. Все, пока. Субтитры сделал DimaTorzok